Итак, друзья, сравнили производительность в Windows 10 и 11 прямо сегодня. Вот последние данные. Взяли два топовых процессора. Это AMD Ryzen 9 5 950X и взяли последний Core i9 12900K. Итак, давайте посмотрим, что же в игре Warzone Call of Duty. Смотрите, в Windows 10 насколько отрывается процессор Core i9 последний. Он просто, смотрите, 12 кадров в секунду, разница 5%. Опять же, в Windows 10 даже на процессорах Ryzen 9 на последнем процессоре топовым тоже отрывается примерно на 7 кадров. Тут у нас то же самое. Здесь у нас AVG. Это в среднем. Здесь у нас 1% ниже. Ну, короче, везде побеждает. Значит, давайте будем смотреть AVG в среднем, но везде здесь, в общем-то, побеждает именно Windows 10. Это очевидная победа. Здесь уже, смотрите, одинаковые результаты на Intel и в Windows 10 и 11, а в Windows 10 на Ryzen топовом на 1 FPS всего лишь больше. Вот на него будем смотреть. Во всех остальных результатах побеждает Windows 10, там на 1, 3 кадра, кроме как 0,1%. Ну, это, в сути, неважно. Так, друзья, что-то у нас здесь подвисает. Давайте будем смотреть тогда вот в таком виде. Соответственно, посмотрели. Давайте Cyberpunk теперь посмотрим. Здесь у нас опять же выиграет. Ну, короче, друзья, не буду тратить ваше время. Везде либо ничья, либо выигрывает чаще Windows 10, но иногда чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот как в этом, допустим, в StarCraft, да, здесь у нас выигрывает, смотрите, на 6 FPS Windows, соответственно, 10 опять же, 11, прошу прощения. А вот на, значит, процессоре Ryzen, опять же, чуть-чуть выигрывает на 2 FPS. Десяточка. Опять здесь 11 на Intel и здесь 11. Ну, короче, друзья, Tomb Raider почти одинаковые результаты, но, опять же, десяточка выходит. Вот у Ryzen топового и на 1% тоже побеждает Intel. Тоже немного. Друзья, короче, чаще, я не буду сейчас долго тратить ваше время, если коротко, чаще выходит вперед Windows 10 по производительности. Не сильно, там по-разному, конечно, иногда 1, 2, 3, 4, иногда даже, видите, 10% и так далее. Значит, но, зачастую, ну, вот этот график, Warzone, вообще, конечно, разрывает все в пух и прах. Конечно, лучше Windows 10 на двух процессорах. Друзья, вот, собственно, и все. Как-то так ссылку на статью, естественно, оставлю в описании. Значит, все доброе, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok